По программе «Доступное жилье» в Петропавловске построили две многоэтажки. Чиновники помпезно сдали дома в канун Дня Независимости. Ключи новоселам торжественно вручили, а потом забрали. Сейчас в квартирах продолжают работать строительные бригады. Нургуль Ахметова о том, как строят и сдают жилье. Канун Дня Независимости. Счастливые лица новоселов, выучивые чиновники и руководство Жилстройсбербанка. В Петропавловске помпезно сдают первую многоэтажку для молодых семей, построенную по государственной программе «Доступное жилье». Тогда все выглядело идеально. Радости мам и пап не было предела. Отгремели фанфары, отзвучали торжественные речи и тропинки к новым домам снегом замело. Ключи у новоселов забрали, а на дверях теперь красуются замки. А то, что происходит за семью замками, и вовсе шокирует. На стенах трещины, везде стройматериалы, а у штукатуров-маляров праздничное застолье. Новоселам, как выяснилось, на свои квартиры дали только посмотреть, а потом взялись замазывать огрехи. А это уже другая многоэтажка, 55-квартирный ипотечный дом. Его тоже месяц назад в торжественной обстановке сдали в эксплуатацию, но никого так и не заселили. У нас просто есть время, пока отдел строительства не выдал ключи, мы подделаемся. Мы сейчас опять постоялись в охрану, чтобы ничего не растащили. Чиновники объясняют, ключи новоселам не дают, чтобы они поскорее оформили все необходимые документы. Ключи дали посмотреть свою квартиру. Но я же вам еще раз объясняю. Для того, чтобы жилец полностью оформил квартиру на себя, чтобы потом можно было, чтобы он коммунальный сам платил, за газ платил, за свет платил. Надо техпаспорт на этот дом. Вот им сказали, пока заселяться не будете, ключи давайте сдайте в отдел строительства и все документы оформляйте. После акта государственной приемочной комиссии наступает момент гарантийного обязательства подрядчика. И как бы в течение процесса становления дома, он затягивается, ну, всем понятно, дом новый, где-то трещины появились. Поэтому подрядчик в рамках гарантийных обязательств, как бы вот эти швы затягивает, оно затирает, приводит как бы в норму. В соответствии, это процесс, как бы он в течение двух лет обязан это делать. Пока строители затирают трещины, потенциальные владельцы квартир собирают документы, продолжают снимать жилье и ждут, когда же наступит настоящее новоселье.